В день рождения Владимира Высоцкого легенды советской музыки, театра и кинематографа в небольшом театре при полном аншлаге был показан новый музыкально-поэтический спектакль «Еще не вечер». В постановке задействована вся труппа театра. Его режиссер Марина Корнева. Владимир Семенович для нас, для всех является, ну если можно выразиться, примером, школой. И мы, прикасаясь к поэзии, к образу мысли Владимира Семеновича, мы что-то обязательно, что-то для себя берем, черпаем. И я думаю, что для всех актеров небольшого театра это большой, большой шаг вперед. И сегодня зрители увидят не один сюрприз. В этот вечер в зале театра собрались зрители разных поколений. Все они приняли спектакль с восторгом. Любимые многими лирические, военные, сатирические стихи и песни Владимира Высоцкого, такие как «Песни о друге», «Банька», «Спасите наши души», «Еще не вечер», «Он не вернулся из боя», «Утренняя гимнастика» прозвучали на сцене небольшого. Конечно, главным героем спектакля был сам именинник. Постановку сопровождал видеоряд, составленный из интервью Владимира Высоцкого, в том числе для зарубежных СМИ, кадры видеохроники. За свою жизнь Владимир Высоцкий оставил огромное творческое наследие – 600 песен в разных жанрах, а также 200 стихотворений, изданных в том числе в США, Германии, Японии, Болгарии, Франции, Финляндии, Корее и Израиле. В файе театра можно было познакомиться с прижизненными зарубежными изданиями виниловых пластинок с записями Владимира Высоцкого. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.